Среди высоких гор и извилистых Чурчхелл держат под мышкой барсетку славный город Пятигорск. Пятигорск – город, подаривший нам Жорика Вартанова и одноименную команду КВН. Но что же еще мы знаем об этом городе-курорте в Ставропольском крае? Что вы знаете о Пятигорске? Кавказские горы Лермонтов, 12 стульев, минеральные воды. Почему вообще Пятигорск, 5 гор? Что это за горы такие и почему он притягивает туристов? Своё название город получил не от пяти гор, а от одной. Удивлены? Я – да. Потому что еще въезжая в город, я пытался найти вокруг него эту великолепную пятерку, но не нашел. Территория города вплотную подходит к горе Бештау, высотой 1400 метров. Именно в ее честь город и получил свое название – Беш-5 и Тау-гора. Из Пятигорска 2,5 часа до Эльбруса, 3 часа до Домбая и 3 часа до Архыза, 3 часа до Владикавказа и 4 до Грозного. Видите? Красавец Пятигорск, как солнце в Кавказской горной системе. И второй по величине город Ставрополье, после Ставрополя, конечно. Раньше город считался главной здравницей страны на минеральных водах. И люди со всех концов съезжались туда поправлять здоровье и купаться в природных источниках у подножья Кавказских гор. В этом году Кавказским минеральным водам, как курорту, исполнилось 219 лет. По указу Александра I он существует 24 апреля 1803 года. Помимо репутации главной здравницы, он известен лермонтовскими местами. Именно здесь великий поэт жил последние два месяца до смерти. В горах он написал героя нашего времени, демона, мцири и прочие нетленные работы. И здесь же он был убит Мартыновым у подножья Машука. Петегорск Петегорск появляется в известном романе «Ильфа и Петрова» «12 стульев». Именно в этом городе аферист Остап Бендер продавал билеты в Провал, одну из главных достопримечательностей города. Также бытует мнение, что Провал – это потухший кратер вулкана. Внутри находится воронка, наполненная водой. Высокое содержание серы, в которой придает ей красивый бирюзовый цвет. Впервые ее исследовали в 1793 году. До этого момента местные жители боялись подходить к озеру и называли его «Адская бездна». Люди считали, что в нем живет дракон, который по ночам кружит над городом в поисках жертв. В середине 50-х годов 20 века вход в Провал укрепили мощной 6-метровой стеной. Также по обе стороны от входа были установлены скульптуры львов. В 2008 году там появился памятник Остапу Бендеру. От входа к озеру ведет тоннель, который освещает светодиодные лампочки. Температура воды колеблется от 26 до 42 градусов, но купаться там нельзя. Идем дальше. И чем дальше мы идем, а точнее спускаемся, а мы спускаемся, потому что находится провал на южном склоне горы Машук, тем нас больше начинает интересовать местная архитектура. Гуляя по городу, можно обратить внимание, как архитектура курортной части сильно отличается от остальных построек. Первыми зодчими здесь были братья-бернардацы. Это было время господства классического архитектурного стиля, а эталоном выступал Санкт-Петербург. Строили из местного Машукского камня, он же Травертин. Травертином, похожим на мрамор, отделывали гроты, беседки и здания, строившиеся в духе классицизма. В начале бульвара Гагарина возвышается интересное вытянутое здание из желтого кирпича. Это пироговские ванны. Более 100 лет сюда приезжают люди со всей страны для лечения в серных водах. Интересно, что это здание было построено на месте предыдущего деревянного всего за три месяца. И открылось оно в 1914 году. Следующим архитектурным объектом, куда мы с вами отправляемся, будет академическая галерея. Ее еще называют «Каменная корона Пятигорска». История появления этого здания начинается еще в 1810 году. Тогда галерея называлась Елизаветинской в честь Елизаветы Алексеевны. Здесь тогда нашли первый источник, назвали его Елизаветинским, а воду минеральную черпали в то время кружками прямо из вырытого колодца. Не знаю, кому первому пришло в голову начать здесь купаться, но они начали. Никаких раздевалок в то время здесь не было, и поэтому в первую половину дня купались мужчины. Во вторую – женщины. И только в 1814-м все это дело облагородят, построят домик с ваннами и помещениями для передевания. Очень хорошо атмосферу того времени передал Лермонтов в повести «Княжна Мэри». Пойду к Елизаветинскому источнику. Там, говорят, утром собирается все водяное общество. Наконец вот и колодец. На площадке близ него построен домик с красной кровлей над ванной. А подальше – галереи, где гуляют во время дождя. Количество приезжающих сюда туристов постоянно увеличивалось. И в середине 19-го века нужно было строить новое здание, более крупное. Ну и, собственно говоря, в 1851-м году отстроили новое здание в классическом стиле итальянского ренессанса. В конце 19-го века здесь перестают проводить лечебные процедуры. Некоторое время здесь находится лечебница-приют. Потом здесь размещается хирургический корпус больницы. А после – завод по производству льда. Галерею переименуют в академическую только после революции. В честь юбилея Академии наук. Что же здесь находится в наши дни? Музей насекомых. В котором находится большая коллекция местных и экзотических бабочек. И даже живые экспонаты. Змеи, совы, хамелеоны. В 18-м веке во французском дворе родилась мода на гроты. Мода не обошла и Пятигорск. Здесь тоже есть грот имени Лермонтова. От грота поднимаемся вверх и идем к следующей достопримечательности Пятигорска. Это беседка Эола. Или, как ее называют, местные эоловы Арфа. Арфа является символом Пятигорска. Стоит она на краю скалы. И отсюда можно увидеть город и академическую галерею. Стоит она здесь с 1831 года. А до этого здесь был военный наблюдательный пост. Еще один символ Пятигорска это скульптура Орла. Он был установлен здесь в 1901 году. А из трещины под скульптурой струился безымянный горячий источник. Недалеко от Орла находится китайская беседка. Которая откроет для вас еще один интересный вид. Я думаю, что видов на Пятигорск вам хватило. Поэтому отправляемся к следующим мега монументальным зданиям. Это здание верхних и нижних пушкинских ванн. Которые идеально подходят для фоточек в инстаграм. Они хранят в себе память о двух величайших литературных деятелях России. Пушкине и Лермонтове. А сейчас самое время, чтобы сделать перерыв. И выпить чашечку кофе. И я вас приглашу зайти в кофейню Гукасова. Здесь, как и сто лет назад. Когда курорты переживали свой рассвет. У входа в парк Цветник. Пахнет кофе и выпечкой. Сейчас в кофейне модные баристы сделают вам отличный кофе. И все это в интерьерах до революционного периода. Место сейчас стильное. Модное и фотогеничное. Пахнем Р昼. Мод для скорей. Пахнем Р昼. Подписывайтесь на наш канал. друзья с этой кофейни начинается парк цветник это старейший парк в городе парку этому почти 200 лет его как и прежде украшают цветочные клумбы а одним из его первых посетителей был знаменитый александр сегович пушкин а теперь представьте картину когда-то здесь в парке был целый бассейн с минеральной водой по парку гуляла разнообразная публика возле бассейна военные музыканты исполняли популярные песни и в парке невозможно не заметить удивительное здание архитектурный стиль которого не похож ни на что другое галерея лермонтова это здание выполняла функции местной дискотеки того времени и это здание вместила в себя зрительный зал на 600 мест площадку для танцев и баллов здесь же открылся 1 театр пятигорска на сцене которого выступали многие великие артисты музыканты поэты и танцоры музыка изменил